Вчера зрители концертного зала «Космонавт» в городе Санкт-Петербурге освистали Маликова прямо во время выступления и буквально довели до слез Дмитрия Юрьевича. Всему причина шокирующая ситуация с дочкой Маликова Стефанией, которая сквернила могилу Владимира Высоцкого. Семью Маликовых затравили в социальных сетях, а сам артист признался, что никогда не испытывал такого фиаско. «Я устал извиняться и оправдываться перед своими зрителями. Ничему подобному свою дочь я не учил. Лучше сдохнуть на благо родине, чем терпеть такой позор», — в отчаянии заявил Дмитрий Юрьевич Маликов. Шокирующий поступок Стефанией Маликовой трагически отразился на всей ее семье. Отец девушки Дмитрий Маликов с горя направился в военкомат, произошла трагедия с народным артистом Юрием Маликовым, а самой Стефанией отказали в мобилизации и возбудили против девушки уголовное дело. Центральные СМИ сообщили подробности трагических новостей и наказание, которое ожидает Стефанию Маликову. Дмитрий Маликов не служил в армии, не имеет военно-учетной специальности и ему 52 года, скорее всего известного артиста направят для работы военный театр или же он станет руководителем военного оркестра. По словам самого Дмитрия Юрьевича, это решение добровольное, он устал от проблем с дочерью и хочет сменить обстановку. В военном театре уже работают такие артисты, как Сергей Зверев и певец Шура и скорее всего Дмитрий Маликов составит им компанию. Трагедия произошла и у отца известного артиста, руководителя ВИА Самоцветой Юрия Федоровича Маликова. 79-летний артист тяжело пережил шалости внучки и вчера был доставлен в реанимацию центральной больницы. Диагноз инфаркт миокарда «Состояние артиста тяжелое». Самой виновнице преступления Стефанией Маликовой было отказано в мобилизации по причине отсутствия военно-учетной специальности и медицинского образования. Против 22-летней девушки открывают уголовное дело по двум статьям. Мошеннические действия в интернете и осквернение могилы Владимира Высоцкого. В свои 22 года дочь Дмитрия Маликова успела засветиться в нескольких крупных скандалах. Год назад в своем интернет-магазине она продавала коллекции модной одежды по завышенным ценам. Несколько тысяч клиентов так и не получили свои заказы, а другие покупатели часто жаловались на низкое качество продукции. Пожар в замке Максима Галкина добавил негативной репутации Стефании Маликовой, но девушке удалось спастись от уголовного наказания. Однако осквернение могилы Владимира Высоцкого – это международный скандал. Напомним, что Стефания вместе со своими друзьями-блогерами ради пиара собственного видеоканала демонтировали памятник Владимира Высоцкого и раскопали могилу. Дочери Дмитрия Юрьевича за подобные деяния грозит 4,5 года лишения свободы. Также были арестованы представители администрации Ваганьковского кладбища, которые допустили подобный акт вандализма. Стало известно, что они получили крупную взятку от Стефании Маликовой в размере 500 тысяч рублей. Последняя жена Владимира Высоцкого, 85-летняя Марина Влади, хочет приехать в Россию и лично встретиться со Стефанией Маликовой. «Я хочу посмотреть в глаза этой девушке, у которой поднялась рука, осквернить могилу Владимира», — говорит французская актриса. На данный момент Стефания Маликова находится в полицейском участке, а ее отец Дмитрий Маликов проходит мобилизацию в военкомате.